Меня зовут Саша, я из Москвы, из России. Я учусь в главном университете Вены на факультете биологии по специальности микробиологии и генетика на шестом семестре. Изначально я училась в Москве в школе с углублённым изучением немецкого языка, и мы думали с родителями, что либо я поеду в Германию, либо в Австрию. И был выбор между одним маленьким городом в Германии и Веной в Австрии, и я выбрала Вену. Мне нравится обучение в университете Вены. Что меня удивляет, это уже не столько удивляет, сколько это такое большое различие между, наверное, нашими вузами, это то, что мы можем сами выбирать расписание в университете, и мы можем сами выбирать, когда мы же даём экзамены, и поэтому мы довольно-таки флексибельны в этом плане, но сложность в том, что ты можешь расслабиться из-за этого, и да. Вена для меня — это в первую очередь друзья, моё окружение, красивая архитектура и также красивая природа в Австрии. У меня есть разные друзья, русскоговорящие. В основном с русскоговорящими друзьями я познакомилась в самом начале, как только я переехала в Вену, и сейчас тоже с ними знакомлюсь. Вот. А потом с однокурсниками мы тоже очень много времени проводим. Преподаватели всегда очень разные. Зависит от того, какой это вид обучения. То есть если это лекции, то у нас особо нет контакта с преподавателями. Если это уже какие-то лабораторные или семинары, то там уже ты больше их узнаёшь, и много очень хороших преподавателей. Ещё я живу в ВГ с двумя соседками, с немкой и с австрийкой. Тоже очень хорошие девочки. Да, в принципе, близком общении австрийцы очень милые люди. И да, ну и также Вена очень интернациональный город, поэтому ты находишь очень много людей с разных точек мира. Я переезжала в 2020 году, и это был как раз разгар пандемии. И поэтому было, мне кажется, ещё сложнее, потому что ты фактически не можешь никуда ходить, знакомиться с людьми. И в университет я не ходила. Вот. И поэтому было из-за этого больше сложностей. Но так, в принципе, наверное, первые месяца три вот этот был момент адаптации, потому что это совсем другая страна, и свои сложности вот. Но потом всё наладилось. Когда вы переезжаете в Австрию, думаю, нужно готовиться к тому, что могут быть сложности с немецким языком, потому что даже если вы сдавали сертификат на Ц1, это не значит, что у вас уровень языка Ц1. И ещё учитывая, что здесь немного другой язык. Да. К этому потом при первой подаче документов тоже могут возникнуть какие-то сложности. Там надо быть терпеливым, я думаю, и у вас всё получится. Да.